Здравствуйте! В эфире главные новости. Самые последние и актуальные события в стране и за ее пределами. На календаре среда, 6 декабря. Начало 9-го в Астане. Я, Алуа Китигенова. И прямо сейчас, коротко о том, что мы покажем сегодня в выпуске. Спортивный скандал. Бойкотом ничего не добиться. Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней олимпиаде. Допинговые страсти уже через несколько минут в материале Алексея Макатюка. Дети в холодильнике. Она просила оставить живых хотя бы одного ребенка. Вот что вы определитесь вообще в показаниях своих. Продолжается судебный процесс над детоубийцами. Новые показания и неожиданные признания. Не пропустите далее в обзоре тревожных новостей Алибека Рзабаева. Богатый край. На наши деньги реализуются проекты. Казахстан оказал помощь на сумму 450 миллионов долларов. Кому и для чего понадобились эти деньги, выяснила Светлана Пенькова. Долой флюорографию. Почему эксперты назвали этот метод профилактики страшной болезни устаревшим? И как теперь предлагается лечить туберкулез? Ответы на эти вопросы искал Асхат Ниязов. Солидные казахстанские компании прячут деньги от государства. Нурсултан Азарбаев призвал отечественных бизнесменов добровольно вернуть хранящийся за рубежом капитал. По данным главы государства, эта сумма превышает 12 миллиардов долларов. Об этом президент сообщил во время запуска новых производств. Наш корреспондент Акмарал Олжабаева расскажет, как праздник, на котором награждали бизнесменов и запускали предприятие, перешел в разбор полетов. Национальная премия Алтон Сапа это что-то вроде престижного Оскара. Только за заветные статуэтки борются не актеры, режиссеры, сценаристы, а бизнесмены. И здесь главное качество выпускаемой продукции. Победители награждали звезды казахстанской политики. Кабмин на несколько часов сменил кабинеты для того, чтобы лично познакомиться с теми, о чьих успехах и провалах они докладывают на заседаниях правительства. Номинанты, кажется, и вовсе не волнуются. Для них, пожалуй, главное не победа, а само участие. На премию президента претендовали свыше 100 предприятий. Лучших выбирали по трем главным номинациям. Качество товара, услуги, организация производства. Одну из статуэток получила Гульнара Садыкбекова. Женщина признает, что конкуренция среди участников была высокой. Претенденты сильные. Одни занимаются изготовлением мебели, другие – производством строительных материалов. Третьи – одевают казахстанцев. Мы шьем постельные комплекты. Второе направление – мы еще производим камуфлированную ткань для спецодежды и для выполнения Миноборонного заказа. Мы более 10 лет являлись экспортным поставщиком. После того, как мы построили отделку и швейку, мы сейчас ориентируемся на более готовые изделия. Также мы готовы работать с компаниями национальными, с больницами, с общежитиями. День индустриализации. Не менее важное сегодняшнее событие. За считанные минуты с легкой руки Нурсултана Назарбаева заработали 25 предприятий. Среди которых – молочный завод в североказахстанском регионе, компания по производству нефтегазового оборудования и труб в Атыравской области и карагандинский завод по утилизации и переработке автомашин. Разрешите произвести запуск полного цикла производства. Это первое предприятие такого плана в Казахстане. Поздравляю вас с окончанием уникального строительства уникального завода всех и желаю вам всего самого доброго. Запускайте предприятие и начнем работать. Достижения достижениями, но сразу же последовал серьезный разговор, точнее критика от Нурсултана Назарбаева. По подсчетам главы государства, бизнесмены утаивают заработанные в Казахстане деньги за рубежом. 18 отечественных компаний удерживают 12,5 миллиардов долларов за рубежом. Они бы помогли нашей валюте, работали бы Казахстаном. Тенгиз-Шевройл 4,5 миллиарда долларов. Там государство имеет солидный пакет акций, можем влиять. Казмунагаз, национальная компания, 3 миллиарда долларов. РД «Казмунагаз» 2 миллиарда долларов. Азиатский газопровод более миллиарда долларов. Газопровод «Бенев-Шимкен» 100 миллионов и так далее. Глава государства решил немедлительно и тут же передал документы с данными премьер-министру страны Бахчану Сагентаеву. Кабмину предстоит в кратчайшие сроки разработать законы по возврату средств из офшоров. При этом президент отметил, что если правительство не сможет вернуть капитал в Казахстан, то тогда он этим займется лично. Всем присутствующим Нурсултан Азарбаев напомнил ЕБЭКСПО. К слову, сама встреча проходила в Конгресс-центре международной выставки. Прошло два месяца, уже начали забывать, что у нас ЭКСПО было. Но я не забуду, имейте в виду, для чего мы проводили, для чего провели колоссальную работу. Нам пришли показать самые лучшие достижения мира по альтернатин технологии. Пришли, показали. По моей команде они все засняты должны быть, да, сначала до конца. И теперь будем спать, забыли уже. Перевернули страницу, ничего подобного. Правительству нужно выстроить системную работу по практическому применению, внедрению, использованию этих новаций. Для того, чтобы чиновники ничего не упустили, их будут отправлять в зарубежные командировки. И тогда они на месте должны будут разобраться, как работают те или иные инновации. А за их практическое внедрение ответственность будет нести весь состав правительства. Спрос будет за конкретный результат. Акмар Лужабаева, Дорин Зарипов, Астана. Нурсултан Назарбаев провел телефонные переговоры с президентом Республики Кыргызстан Сорунбаем Женбековым. В ходе беседы главы двух стран отметили важность реализации дорожной карты, подписанной правительствами двух стран на прошлой неделе. Глава Кыргызстана поблагодарил Нурсултана Назарбаева за снятие усиленного пограничного контроля и переход на повседневный режим охраны казахстанско-кыргызской границы. Также они обсудили график предстоящих встреч, включая визит Сорунбая Женбекова в Казахстан. Телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны. Международный Олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Причина столь серьезного наказания – нарушение антидопинговых правил. Впрочем, спортсменам, не уличенным в употреблении запрещенных веществ, предложили выступить под нейтральным флагом. Как эту новость восприняли в Казахстане и какую поддержку готовы оказать соседям, расскажет Алексей Макатюк. Две новости для Олимпийской сборной Казахстана – хорошая и плохая. С одной стороны, на предстоящих играх в Южной Корее не примет участие одна из сильнейших сборных мира. Одним конкурентам меньше. С другой стороны, плохо, что это спортсмены России, готовые в трудную минуту всегда прийти на помощь. Смелое решение о дисквалификации сборной огромного государства приняли в руководстве Международного Олимпийского комитета. Объяснили все тем, что в России скрывали положительные результаты допинг-проб. Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что осуществлялись систематические манипуляции антидопинговыми правилами и законодательством и многочисленные махинации с антидопинговыми процедурами. Были зафиксированы нарушения должностных обязанностей, а также обязанности по соответствующим соглашениям. Ответственным за сбои в антидопинговой системе в итоге назвали министра спорта России Виталия Мутко. Чиновника пожизненно отстранили от участия в Олимпийском движении. Но больше всего сейчас переживают за самих спортсменов. Им предложили отказаться от флага и гимна своей страны, выступая под нейтральным знаменем. Век спортсмена очень маленький и возможно у какого-то спортсмена будет последний шанс участвовать на Олимпийских играх. После этого у него уже пойдет спад. Я думаю, что в любом случае те спортсмены, россияне, которые не принимали допинг, они в любом случае будут участвовать на Олимпийских играх только под эгидой Международного Олимпийского комитета. Итоговое решение за большинство атлетов, скорее всего, выскажет президент России Владимир Путин. Пока же из многих стран мира в Москву адресуют слова поддержки, а в ответ из Белокаменной сегодня призвали мир к конкретным действиям. Депутат парламента попросил несколько дружественных государств, в том числе и Казахстан, проявить солидарность и бойкотировать зимнюю Олимпиаду. Я думаю, вряд ли наша страна пойдет на такую жертву, так как у нас только начинается подниматься, развиваться спорт, где на этой Олимпиаде мы можем взять медали. Бойкотом ничего не добиться. Не вижу причин для бойкота со стороны российских атлетов, потому что мы допускаем чистых атлетов к участию. Мы считаем, что они могут навести мосты с будущим чистого спорта. Решения международной организации еще пытаются оспорить политики. Но теперь точно известно, что в ближайшие три месяца Олимпиада Пхенчхана будет интриговать мир не только золотыми перспективами. Алексей Мактюк, Даурин Зарипов, Айнур Кунанбаева, Швейцария и Казахстан, Астана. Уважаемые телезрители, общественная медиаприемная Первого канала Евразия теперь работает в прямом эфире. Любой желающий может обратиться со своей проблемой, просьбой и пожеланиями. Телефон нашей студии в Астане 551-599, код города 7172. Звоните прямо сейчас. Впереди же у нас много важной и полезной информации. Совсем скоро в нашем выпуске дети в холодильнике. Она просила оставить в живых хотя бы одного ребенка. О чем еще сообщили на суде родители убийцы. Далее не могу войти в положение. Из-за 40 тенге жизнь маленькой девочки была поставлена под угрозу. То есть сразу после дало и флюорографию. Почему эксперты назвали этот метод профилактики страшной болезни устаревшим. Из армии в кому морской пехотинец, избитый со служивцем табуреткой, до бессознательного состояния потерял память. Давлет Аширов 10 дней находился в реанимации. По словам родных, сейчас он ничего не помнит и никого не узнает. Дело получило широкую огласку, когда мать пострадавшего обратилась в общественную медиаприемную нашего канала и в прямом эфире заявила о случившемся. Дело взяли на контроль министр обороны и главный военный прокурор. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Пока ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. В ближайшие дни Даулета спецбордом отправят в Астану для дальнейшего лечения. Военнослужащему предстоит операция и долгая реабилитация. По словам врачей, память к Даулету должна вернуться. Дальше у него как о судьбе будет, никто не знает. Будет он нормальным или нет, тоже не знаю. Нам просто сообщили по телефону и все и сказали. А там дальше как, что, я ничего не знаю. Я когда сына увидела, я все забыла. У него кость сломана, череп сломан. И они будут вместо кости пластмассу или что-то ставить еще. У него мечта была служить дальше. Защитник родины в больнице лежит сейчас, на данное время. И еще один случай в армии. История с самоубийством солдата-срочника, произошедшая летом прошлого года в Алматинской области, получила продолжение. Офицеры, обвиняемые в халатности, из-за которой не удалось сохранить жизнь Саяну Сатыбаеву сегодня, были освобождены из-под стражи прямо в зале суда. Илья Самохвалов выяснил все подробности этого громкого дела. Четыре месяца трое офицеров провели в следственном изоляторе. В августе этого года их осудили за халатность, которая помешала предотвратить самоубийство солдата-срочника Саяна Сатыбаева. Заместителя начальника отдела военной полиции шимкенского гарнизона Ерлана Баймурзаева приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Еще двух офицеров к трем. Им запретили занимать должности на воинской службе. Приговором военного суда сотрудники военной полиции гвардейского гарнизона Баймурзаев и Молдобаев привлечены к уголовной ответственности за халатное отношение к службе. Указанные лица нарушили правила перемещения военнослужащего при применении мер безопасности. Расследование выяснило, что незадолго до трагедии Саян Сатыбаев повздорил со старшим сослуживцем. В качестве свидетеля солдата-срочника доставили в военную полицию. Офицеры объяснили, что так хотели на время следствия оградить парня от возможного давления. Но утром солдата нашли повешенным. Случившееся квалифицировали как суицид. Офицеров осудили за ненадлежащее несение службы. Но адвокат осужденных утверждает, что в действиях ее подзащитных нет ничего противозаконного. В деле имеется военно-уставное исследование, заключение которое говорит, в действиях офицеров что неправильно, когда они обеспечивали безопасность. И там ответ идет такой, нету ничего незаконного, оно соответствует тому требованию законодательства. Жены осужденных офицеров сами занялись расследованием обстоятельств дела. Накануне в Алматы они провели пресс-конференцию. Женщины рассказали, что в день трагедии Саян Сатыбаев переписывался со своей девушкой. Якобы отношения между ними были напряженными. Но знать об этом офицеры военной полиции не могли. И моему мужу, который 16 дней находится в отпуске, который не знал, что за это время у него уже накалилась отношения с девушкой, что он совершит суицид, он мог это предполагать? Сегодня в Астане состоялось рассмотрение апелляции подсудимых. Их адвокат просил отменить приговор полностью. Но судья переквалифицировал действия подсудимых, которые в итоге попали под амнистию. Офицеров военной полиции освободили из-под стражи в зале суда. Илья Самохвалов, Максим Шулепов, Алматы. Шокирующая близость директора школы подозревали в растлении родного сына в Алматынской области. По данным информационных агентств, к стражам порядка обратилась мать мальчика. Она заявила, что не знала о чудовищных деяниях собственного мужа. Информацию о вопиющем случае появилась еще летом. Мой коллега, ведущий обзора тревожных новостей, Алибек Розабаев, следил за этой историей, в которую не сразу поверили жители имбекши казахского района. Алибек, действительно ли факт изнасилования подтвердился? Луа, скажу больше. Сегодня суд поставил точку в этом скандальном деле. Есть информация, что директор уволился по собственному желанию в июне. Связано ли его решение с началом расследования, неизвестно. По материалам уголовного дела он несколько лет насиловал своего сына. Его обвиняли по двум статьям. Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего, и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Отмечу, суд проходил в закрытом режиме. За бесчеловечный поступок горе отца приговорили к 16 годам тюремного заключения с пожизненным лишением права занимать педагогические должности. В суде Алматы продолжаются разбирательства по громкому делу об убийстве двух детей, тела которых были найдены в холодильнике. Обвиняемые родители полуторагодовалых близнецов не могут вспомнить все обстоятельства случившегося и постоянно путаются в показаниях. Алла Волченко утверждает, что три дня искала детей. Но свидетели указывают на несостыковки в ее ответах. Волченко, вы определитесь вообще в показаниях своих? Что-то я не могу понять. Так кто из вас был пьяный и вы пытались узнать, или он вам не говорил? Отец близнецов, Эмиль Гельмудинов, признался, что убил собственных детей в приступе белой горячки. Однако, по словам следователя, его жена знала о чудовищных планах мужа. Сегодня в суде зачитали протокол одного из допросов. Выяснилось, что у Волченко началась паника. Она просила оставить живых хотя бы одного ребенка. А старший сын избежал страшной участи только потому, что его любили больше. Напомню, жуткое убийство произошло в середине сентября. В съемной квартире в холодильнике обнаружили сумку с телами двух мальчиков. По подозрению, в убийстве были задержаны родители детей. Смертельный переезд. 17 человек, пострадавших в результате столкновения тепловоза и микроавтобуса в пригороде Жена-Узеня, выписаны. 10 человек по-прежнему находятся в больнице, в их числе дети. Больше всех пострадала 10-летняя девочка. Ей пришлось ампутировать обе ноги. В ее отношении врачи пока не дают никаких прогнозов. До сих пор она в состоянии стопора. Она пока в реанимации. Ну да, самое главное сейчас, чтобы наша задача ее вывести из этого состояния, чтобы более-менее прогноз уже определить. Есть и хорошие новости. Двоих детей сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Еще один ребенок перейден в отделение травматологии. Напомню, микроавтобус, переполненный пассажирами, буквально разорвало на части в результате столкновения на железнодорожных путях. Кузов сложился вдвое. 9 пассажиров погибли на месте, в том числе водитель. 27 человек были госпитализированы. Также стало известно, что в момент аварии дежурный по переезду находился в состоянии алкогольного опьянения. Ребенка высадили из автобуса в Астане. 11-летняя девочка потеряла 200 тенге на остановке, поэтому ей нечем было заплатить за проезд. На действие кондуктора маршрута номер 303 пожаловалась мать школьницы Баян Муварак. Она подходит и спрашивает за проезд. Она говорит, извините, я потеряла деньги, можно доехать. Кондуктор говорит на казахском. Жок-шок. Она выходит не на той остановке, где именно нету, никогда не бывает народу. То есть, где не бывает даже час пик. Она выходит, никого нет, начинает плакать со страхом. В нашем распоряжении оказались только часть видеозаписи, где девочка зашла в автобус, прошла в салон и обратно вернулась к двери. Известно, что школьница возвращалась с тренировок одна. Сама женщина была на работе. У девочки разрядился телефон, и она не могла никому позвонить. По словам матери, она зашла в другой автобус, где за проезд плачущего ребенка заплатила чужая женщина. После этого инцидента в автобусном парке кондуктору объявили строгий выговор и лишили премий. Пропал без вести. 30-летний мужчина исчез во время отдыха на реке Ильи. Более 40 дней его разыскивают полицейские, сотрудники чрезвычайных служб, егеря и лесники. Поиском подключились и волонтеры, но пока все безрезультатно. Историю исчезновения узнал Максим Григорьев. Роман Шмеер на экране мобильного телефона показывает карту. Большим красным пятном на ней отмечено место стоянки рыбаков. В ту злосчастную поездку к реке Ильи он с братом Эдуардом отправился 25 октября. На берегу познакомились еще с тремя рыбаками. Но когда к месту стоянки подъехал красный автомобиль, отдых перестал быть спокойным. Вновь прибывшие стали стрелять по банкам. Эдуард попросил прекратить стрельбу. Завязалась драка, после которой мужчина исчез. После этого мы стали смотреть. Все говорят, вот тут возле машины лежал, он исчез. Вот Александра, которого еще сильно тоже избили, он говорит, надо ехать в полицию писать заявление. Они вообще сказали сейчас, типа, приедем тут вас всех, порешим. После обращения в полицию на место происшествия выехали лесники, егеря и оперативники. Вместе с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям к поискам подключились аумаатинские специалисты республиканского оперативно-спасательного отряда с собаками-поисковиками. Прошлись 15 километров, разделились на две группы. Один кинолог в первой группе, второй кинолог в второй группе. Искали большую площадь. Вот опоздно, в вечер искали. Велитая отрицательная. Во время поисков на берегу нашли обувь и перчатки Эдуарда. Полицейские также установили человека, который, возможно, последним видел его живым. Он отдыхал на противоположном берегу со своей семьей и утверждает, что мужчина попросил его перевезти. Мы известно, что, возможно, мужчина также пытался переплыть реку. Он пытался уйти пешком в сторону Алматы. Поиски Эдуарда Жумодилова идут более 40 дней. Все это время его мать Татьяна Жумодилова не находит себе места. От безысходности женщина даже обращалась к гадалкам. Они посоветовали ждать. Ну, я чувствую, что он жив. Мне кажется, его удерживают. Вам еще вот сказать, что вы гадалки? Ну, я ходила, да. И все как одна говорят, что он жив. И стена стоит какая-то, что-то мешает. Удерживают. Полицейские уже установили всех участников событий того вечера. Они отрабатывают различные версии исчезновения Эдуарда Жумодилова. К поискам подключились волонтеры. Но пока результатов нет. Максим Григорьев, Максим Шулепов. Алматы. Если вы видели Эдуарда Жумодилова или знаете что-то о его местонахождении, позвоните по телефону 8 705 209 61 18 или 8 777 831 34 77. Родные ждут его возвращения. Стоит отметить, что каждый день к нам обращаются родные пропавших казахстанцев. Мы просим всех наших зрителей не быть равнодушными в чужой беде. Алло, не раз благодаря нашим телезрителям люди возвращались домой. Все редакции вместе с волонтерами, родными. Мы радуемся этому. Будем и верить, что в этом случае будет так же. В завершении напомню, если вы стали свидетелями чрезвычайного происшествия, фото-видео с места событий отправляйте на номер 8 708 898 56 43. На сегодня все. Эфир твой. Спасибо, Алибек. Я продолжу главные новости. Заключенный сбежал из колонии поселения в Костанай. Ранее судимый мужчина отбывал наказание за грабеж и должен был провести 4 года в местах лишения свободы. Сейчас его разыскивают правоохранители. Возможностью совершения побега заключенных обеспокоены и полицейские Актобе. Местному изолятору временного содержания требуется срочный капитальный ремонт. Сегодня в нем отбывают срок особо опасные преступники, среди которых есть и экстремисты. Специальная комиссия уже признала здание изолятора аварийным. В будущем году в местном бюджете предусмотрено выделить 33 миллиона тенгена капитальный ремонт изоляторов временного содержания и антитеррористические меры. Между тем, на ремонт административного здания местной полиции выделено 357 миллионов тенге. В Департаменте внутренних дел считают эту сумму недостаточной. Для усиления мер безопасности местного СИЗО полицейские запрашивают 7 миллиардов тенге. А мы напоминаем, что общественная медиаприемная первого канала Евразия теперь работает в прямом эфире. Телефон в студии главных новостей в Астане 551 599, код города 7172. Наши продюсеры уже принимают первые звонки. Сразу после рекламы будет прямое включение. И также далее в выпуске мы расскажем. Богатый край Казахстан оказал помощь на сумму 450 миллионов долларов. Кому и для чего понадобились эти деньги? Далее официальный статус. Какой город президент США Дональд Трамп намерен сегодня объявить столицей? И сразу после долой флюорографию. Почему эксперты назвали этот метод профилактики страшной болезни устаревшим? Оставайтесь с нами. Вы смотрите главные новости. Помогаем другим справиться с проблемами, а свои не замечаем. Такой вердикт вынесли сегодня депутаты Сената, заслушав отчет вице-министра иностранных дел. За 20 лет Казахстан оказал разным странам помощь на сумму в 450 миллионов долларов США. На что были потрачены эти деньги? Все подробности в материале Светланы Пеньковой. В 2018 году в Афганистане посевы опиумного мака увеличат на 68%. Такие прогнозы составили сотрудники специальных служб. А поскольку традиционно через Казахстан проходит практически 25% наркотического урожая, то вопрос защиты границ сейчас на первом месте. Параллельно с традиционными методами принято решение помочь Афганистану финансово. Ведь если у соседних стран все будет хорошо, то и мы сможем спокойно заниматься развитием нашего государства. Совместно с программой развития ООН и МИД Японии разработан и реализуется совместный проектный документ содействия Казахстану в сотрудничестве с Афганистаном в области ОПР. Финансирование в размере 300 тысяч долларов США выделяется из фонда партнерства ПРООН Япония. То есть это не наши средства. И хоть в этот раз средства на поддержку этой страны были взяты не из нашего бюджета, за 20 лет Казахстан потратил на помощь иностранным государствам 450 миллионов долларов. Но поскольку в международной практике не принято перечисление финансов из одной страны в другую, приходится привлекать посредников, услуги которых обходятся очень дорого. То есть на наши деньги реализуются проекты, но при этом ПРООН либо другие структуры закладывают в стоимость проектов стоимость своих услуг. То есть реальная помощь меньше на 18 примерно процентов? До 18 процентов, да, изымается из бюджета оказанного. За последние 4 года объем поддержки Казахстаном иностранных государств составил в среднем 45 миллионов долларов ежегодно. Большей частью помощь направлена на борьбу с бедностью, обеспечение людей питьевой водой и устранение последствий экологических катастроф. Но, как верно заметили сегодня сенаторы, помогая другим справиться с проблемами, мы не замечаем, что в нашей стране они тоже есть. Экология, кстати, насколько мы можем продвинуться, учитывая, что у нас даже нет отдельного полномочного органа, который бы занимался вопросами экологической безопасности. Министерство, в котором теперь находится наша экология, совершенно конфликтует с интересами экологии. А мы еще хотим экологическую безопасность в других странах укреплять. Также депутатов возмутило то, как выбирают приоритеты. Вернее, кто их выбирает. Почему вы посчитали, что в состав комиссии должны войти только представители государственных органов? Здесь можно сказать, что почему правительство кулуарно решает, кому оказывать помощь, а кому не оказывать помощь. Подводя итоги, депутаты посоветовали Министерству иностранных дел устранить все замечания как можно быстрее. А также ускорить работу по созданию собственного агентства по развитию, чтобы не переплачивать международным организациям. Не обошли вниманием и участие казахстанских спасателей в устранении последствий стихийных бедствий. А вернее, полное отсутствие такой помощи. И на все попытки вице-министра оправдать текущее положение дел посоветовали не импровизировать, а работать. Светлана Пенькова и Бектымбаев Кумбленды Утигенов, Астана. Далее коротко о том, как мир прожил этот непростой день. Официальный статус. Вопрос о статусе Иерусалима – один из самых острых в отношениях между Израилем и арабскими соседями. Палестинцы убеждены, что Иерусалим – столица их будущего государства. Израиль считает город своей столицей. И Штаты могут стать первой страной, признавшей этот факт официально. 24 часа для явки на допрос. Генпрокуратура Украины объявила Михаила Саакашвили в розыск. Он подозревается в попытке государственного переворота. Сам опальный политик отрицает обвинения и заявляет, что ни от кого не скрывается. Напомню, накануне СМИ облетела новость о Миши на крыше. Бывший губернатор Одессы угрожал сброситься с восьмого этажа Киевского дома, где он проживает, и всячески противился аресту. Сторонники экс-чиновника сумели отбить своего лидера у правоохранителей. Минувшую ночь Саакашвили провел в палаточном городке у стен Верховной Рады. Сейчас там продолжаются митинги с участием сторонников политика. Железнодорожная катастрофа в Германии. Около 50 человек ранены. Под Дюссельдорфом пассажирский поезд врезался в товарный состав. Пострадавших могло быть намного больше, а масштабы ЧП катастрофичнее. Машинист, заметив грузовой состав на путях, успел предупредить пассажиров, чтобы те перебежали в задние вагоны. Удар был такой силы, что один из товарных вагонов отбросило в сторону. Он скатился по насыпи, оборвав провода электропередач. Всего в пассажирском поезде находились 155 человек. Пострадавших с места аварии эвакуировали спасательными вертолетами. Что послужило причиной столкновения? Ошибка диспетчера или технический сбой? Обстоятельства аварии предстоит выяснить специалистам. Итак, общественная медиаприемная Первого канала Евразии работает в прямом эфире. И у нас есть первый дозвонившийся телезритель. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы к нам звоните. Меня зовут Ирина. Я житель Астаны, поселок Промышленный, улица Бакена-Серикпаева. Здравствуйте, Ирина. С чем вы к нам позвонили? У меня такой вопрос. Мы проживаем 500 метров от нового ЖД вокзала, 10 минут езды до левого берега. У нас общежитие, получается, барачного типа. Когда-то это было заводское общежитие. Мы бы хотели узнать судьбу, что будет с нашим жильем. Дело в том, что у нас давно нет отопления центрального. Это уже больше 10 лет. У нас нет воды. У нас нет элементарно бытовых условий. У нас все, кто какую печку придумал, тот себе слепил, построил. Вся электрикопроводка на скрутках. То есть вот зима впереди. Ирина... Это очень холодная зима. Страшно просто. Ирина, скажите, пожалуйста, сколько человек проживает в вашем общежитии? В нашем человеке, в нашем общежитии проживает порядка 15 семей. То есть есть дети? Да, разумеется, все с детьми проживают. Скажите, а как вы решаете самостоятельно вот проблему с отоплением? Как? Вот кто-то построил какую-то печку, там, буржуйку, там, или кто-то что-то. Кто-то какие-то там обогреватели прикупил или каким-то образом. Так, и получается, вы отапливаете себя самостоятельно, и это небезопасно. Да, уголь, дрова. Уголь, дрова, да. Все наши бытовые условия, скажем, туалеты, это все на улице, разумеется. Кто где себе угол какой, как говорится, построил, там и есть. На самом деле нету ни участка какого-то отведенного, чтобы были какие-то бытовые, как говорится, отходы там или еще что-то. Элементарно колонку нужно искать по всему поселку. Ну, просто стыдно, что такой район... И с водой, как вы решаете проблему? И вода тоже. Вот от нас недалеко находится частный сектор. Вот это нужно там пройти метров 200. Если не замерзнет колонка, то можно воды найти. Мы обращались в архитектуру, узнавали судьбу вообще нашего жилья, что будет с нами. А что вам ответили там в архитектуре? Нам сказали, что инвестор не найден, по сносу ничего не известно. Вот такой письменный ответ был дан буквально в конце августа. То есть в ближайшее время вас расселять не собираются? Не собираются, да. Вы сегодня вот к нам позвонили, Ирина, и какой помощи конкретно вы от нас ждете? Я хочу, чтобы на нас власти обратили внимание. Я так думаю, что в городском Акимате, в городском, не местном, скажем, не знает о существовании нашего вообще здания, нашей беды как таковой вообще, и что мы существуем вообще. Мы платим налоги, то есть мы граждане, как говорится, Астаны. Но факт то, что просто как забытый, вроде как бы все вокруг, везде устроило, там возле нас находится прекрасный военный как бы городок. Спасибо, Ирина, еще раз за ваш звонок. К сожалению, время нашей программы ограничено. Пожалуйста, сейчас не кладите трубку. Наши продюсеры пообщаются с вами дальше и запишут все детали. До свидания. Флюорография устарела и есть другие менее вредные способы определить туберкулез. Об этом сегодня на конференции в Астане заявили международные эксперты. Также стало известно, что в Казахстане официально больше 9 тысяч человек больны этим страшным заболеванием. Если смотреть с точки зрения мировой статистики, это тревожный показатель. Однако за последние 10 лет эта цифра больше, чем в три раза. В причинах заболевания и как его все-таки лучше выявлять, разбирался Асхат Ниязов. Главное вернуться домой здоровым. Я надеюсь. Мы тебе поможем. Эти мысли людей, приехавших в нашу страну в поисках работы и на учебу, запечатлены на фотографиях. Однако, кроме самого главного, к своему несчастью, некоторые нашли и вот эту микробактерию. Туберкулезную палочку. Она является возбудителем страшного заболевания. И если его запустить, то в лучшем случае могут удалить половину или даже одну из легких. А в худшем привести к летальному исходу. Подхватил палочку Коха и приехавший в Казахстан из Латвии Виталиус Доугела. Правда, где, так и не понял. Это, возможно, транспорт общественный. По средствам практики я занимался, так как это была каритос, помощь людям, тем, кто бездомный. Имеется в виду в религиозно-католической церкви. Только по официальным данным, озвученным сегодня на международной конференции с говорящим названием «миграция и туберкулез», 10% всех заболевших Центральной Азии, то есть 300 тысяч человек, это мигранты. И это только официальные цифры. А теперь представьте, сколько приезжающих к нам на работу пошли и проверились в поликлинике. Да они просто-напросто не состоят там на учете. Говорить о том, в каких условиях порой живут мигранты, вообще не стоит. И что теперь, рассуждают иностранные специалисты, ставить флюорографы на границе? Кстати, о них тоже сегодня говорили. Флюорография действительно старый метод. Он больше не используется так в широком масштабе, как раньше. Рентгенография имеет свое определенное место в диагностическом алгоритме. Но мы рекомендуем нацеливаться на тандем между скринингом симптомов среди населения и в качестве мигрантов. И лабораторных, быстрых лабораторных методов, такие как GenExpert и High Test. Так почему же эти способы с такими интересными и непонятными названиями не используют место вредной, поэтому не реже, чем в раз в год рекомендуемой флюорографии? Спросили мы в кулуарах у представителя Министерства здравоохранения. У нас широко, повсеместно уже применяются молекулярно-генетические методы, бактериоскопические методы. Широко применяются. Широко применяются? Широко применяются. Оснащены все практически. То есть в каждой больнице можно как альтернативу сделать такое? Да, и уже в ближайшее время у нас будут оснащаться организации БМСП, организации первичной медико-санитарной помощи. Это какие? Это что значит? Это поликлиники. При этом чиновники добавляют, что ничего лучше флюорографии в профилактических целях пока не может быть использовано. Вот и Виталиус когда-то вовремя сделал снимок грудной клетки, и теперь он герой сегодняшней фотовыставки, как успешный пример человека, вылечившегося от туберкулеза. Асхат Ниазов, Кобланды, Утигенов, Астана. Спасением Аральского моря займутся на самом высоком уровне. Сегодня стало известно, что началась разработка плана четвертой фазы по улучшению экологии района. Более того, в следующем году планируется провести саммит глав государств, входящих в фонд спасения Арала. Это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. По словам заместителя министра иностранных дел, с такой инициативой выступил Нурсултан Назарбаев. Наш президент в ходе двух встреч в этом году с президентом Гурбангулым и Мухамедовым обращал особое внимание на аральскую проблему. Председательство фонда спасения Арала переходит в Туркменистан, и поэтому наш президент выразил даже такую инициативу, давайте мы активизируем работу и проведем саммит в следующем году. Отмечу, что за последние 40 лет уровень воды в Аральском море уменьшился на 90%. Оно разделилось на две части, почти вся рыба погибла. Причиной считают забор воды на орошение земель из рек Сырдарья и Амударья, которые пополняли Арал. И прямо сейчас коротко о курсах на основные виды валюты и цене на золото. Итак, американский доллар за сутки стал дороже на 20 иин и сегодня торговался за 333 тенге, 70 иин. Евро и юань без изменений, курс 396 ровно и 50,5 соответственно. Рубль сегодня покупали за 5 тенге, 70 иин. Это на 1 тен дороже, чем вчера. Грамм драгоценного металла потерял 24 тенге в цене. Сегодня золото можно было купить за 13 659 тенге. Дорожный коллапс возмутил алматинцев и жителей области. Без того затрудненное движение в районе рынка Алты-Норда сегодня просто замерло. 8 полос, забитые машинами, дынка выхлопного газа и нервные водители. В чем причина многокилометровой пробки, выяснила Шолпан Елеусизова. Алматы-Норда пробка. Сюда лучше не суваться. Алматинские водители знают, что на рынке Алты-Норда пробка – обычное состояние. Международная трасса Алматы-Бишкек очень популярна у челночников – и местных, и киргызских. Да и многие горожане приезжают сюда за дешевыми овощами и фруктами. Пробки у нас каждый день регулярно. Мы с этим уже лет 20 уже как сталкиваемся. Я студент. Три года уже отучился, и все три года на этом отрезке невозможно спокойно проехать. Каждое утро здесь два часа провожу. И каждый вечер так же. Мы вообще очень сильно хотим, чтобы новую дорогу наконец-то построили, потому что каждый день я возвращаюсь именно в это время и все время попадаю в пробку. Поэтому очень прошу, пожалуйста, быстрее откройте нам новую дорогу. Мы будем очень счастливы. А счастливить автолюбителей власти решили еще в конце октября. Именно этот отрезок длиной почти 4 километра капитально отремонтируют и расширят. По пять полос в каждую сторону. Минувшей ночью начались работы. Сегодняшний коллапс был по причине того, что мы проводили трубу под дорогой. Это переустройство водопровода, которое у нас предусмотрено по проекту. Без переустройства этого водопровода у нас нет доступа к демонтажу или к строительству моста. Потому что вот эта труба водопровода в настоящее время заложена под мостом. В национальной компании предупреждают водителей. В течение недели западное направление на Бишкек начнет пользоваться объездной дорогой. Ездить в таком режиме придется до следующего лета. Затем объездная появится в направлении Алматы. В итоге область получит современную трассу, частично двухуровневую, на которой можно будет разгоняться до 80 километров в час с разворотными эстакадами по типу подкова и надземными пешеходными переходами. Полностью грандиозный проект должны завершить до конца 2019 года. Вот у нас на участке предусмотрено проектом три надземных пешеходных перехода для того, чтобы могли переходить и люди с ограниченными возможностями в виде лифта. На отремонтированной дороге будет выделенная полоса для общественного транспорта. А вот модных ныне велосипедных дорожек не будет. Вместо них предусмотрен тротуар шириной 4 метра. Так что свободно передвигаться смогут и пешеходы, и велосипедисты. Вся эта красота обойдется бюджету в 9 миллиардов тенге. Шулпан Елеусизова, Мадео Розалеев, Алматы, Алматинская область. Мадео Розалеев, Алматинская область.